Растяжка И между подходами, между упражнениями интенсивная растяжка противопоказана Потому что можно получить травму Не дай бог, чуть-чуть вы где-то перерастянетесь Можно получить серьезную травму Как сустава, так и разрыва мышцы Поэтому в разминку может входить какая-нибудь динамическая, но не очень сильная растяжка Наподобие махов, различных в разные стороны Но не переусердствовать Главное не перенапрягать сустав После тренировки растяжка необходима Для чего? Для того, что мы с вами, позанимавшись с железом, напрягли наши мышцы Мышцы укорачиваются Если не давать им легкую после тренировочную растяжку Мышца будет укорачиваться, укорачиваться И со временем на каком-нибудь упражнении с привычным для вас весом Мышца может просто порваться Порваться где-нибудь посередине Либо, не дай бог, оторваться от сухожилия Для этого и нужна после тренировочная растяжка Но должна она быть тоже очень дозированная Очень аккуратная К примеру, если вы тренировали грудные мышцы А я советую делать все-таки комплекс растяжки Он займет у вас где-то максимум минут 10 в конце тренировки Следующим образом Навряд ли у вас в зале есть подобная рама для растяжек Но можно использовать какие-нибудь тренажеры, стойки Всегда можно найти выход Я начинаю свою растяжку после тренировочного движения Чтобы хорошенечко размять плечевой сустав Грудные мышцы тянутся, бицепсы Плечи у меня, как и у большинства, самая проблемная часть Потому что плечо это самый нежный, самый хрупкий сустав Даже не сравнить с коленными Плечо двигается во всех направлениях возможных Под разными углами Его легче всего травмировать Особенно, если вы не выполняете специальные упражнения для мышц ротаторов У меня есть видео, посмотрите об этом Если вы не делаете, то вы обязательно когда-нибудь получите травму плеча Следующее, что я делаю Растягиваю грудную мышцу для каждой руки отдельно Если чуть-чуть видоизменить движение Подавать вперед руку, локоть То начнет растягиваться и бицепс Не делайте, повторю, сильную растяжку Просто легкое, приятное растяжение ваших мышц должно присутствовать Ни в коем случае никаких дискомфортов в суставах Подобным образом для другой руки Плечо Беремся за какую-нибудь опору Заводим руку за голову И отодвигаем корпус в противоположную сторону Хорошенько тянется плечо Немножечко включается трицепс То же самое для другой руки После этого сразу же потянем плечо с трицепсом подобным образом Хватаемся за опору И пытаемся развернуть корпус в другую сторону Чувствуете, чтобы не было дискомфорта То же самое можно делать просто без опоры После тренировки Помогая себе рукой И это движение также Берете за локоть, опускаете его вниз Резких рывков делать не нужно Плавненько, аккуратно Так, следующее, что нужно растянуть Это широчайшие мышцы Лучше всего взяться за неподвижную опору И отклоняя корпус назад Почувствовать, как растягивается широчайшая Сначала в напряжении, потом расслабиться И подавая корпус назад Вы будете чувствовать, как растяжка уходит по широчайшей вниз И вы будете чувствовать ее растяжение лучше всего По крайней мере, свои широчайшие я чувствую лучше всего в растяжке И чувствую прямо в самом низу Где я их не чувствую, даже когда тренирую Точно так же для другой руки Тянем После этого можно взяться двумя руками за опору И отклонять корпус назад Квадрицепс растягивается очень просто Берем себя за стопу И поднимаем пятку к ягодичной мышце Первый раз нужно сделать чуть-чуть, прям на одну секунду Расслабиться, а потом уже тянуть себя То же самое для другой ноги Бицепс бедра растягивается проще Становимся в подобную позицию И садимся на заднюю ногу При этом вы должны ощущать Вы не можете этого не чувствовать Как растягивается бицепс бедра передней ноги Сначала носок стоит на земле Потом поднимаем его Разворачиваемся То же самое проделываем для другой ноги И отрываем носок Приводящие мышцы лучше всего растягиваются подобным образом Становимся и садимся в полуприседы Дома вы можете растягиваться И нужно каждый вечер проводить растяжку Уже в более динамичном, хорошем режиме Это обязательно необходимо делать Для того, чтобы мышцы наши всегда были в тонусе И самое главное Вы будете хорошо спать Вы будете застрахованы от травм И будете чувствовать себя прекрасно Увидимся в тренажерном зале Не забывайте писать комментарии Вопросы Но самое главное Следите за тем, чтобы я мог ответить на ваш вопрос Друзья Кто следит за моими статьями и видеороликами Заметил, что я стараюсь давать информацию так Чтобы вы могли спокойно ориентироваться В мире железного спорта Чтобы вы могли самостоятельно составлять себе Программы тренировок, программы питания Для тех же, у кого нет времени или желания Углубляться во все эти дебри Я веду профессиональные тренировки Как вживую, так и онлайн Ученики у меня по всему миру успешно тренируются Успешно выступают Если вы не имеете возможности Или не хотите сами составлять себе программы питания или тренировок Пишите мне в личку Я с удовольствием с вами поработаю В ближайших выпусках моих видеоуроков и статей Будут затронуты следующие темы Жим ногами Подъем штанги на бицепс Тяга штанги в наклоне Если у вас есть какие-то вопросы Пишите мне в личку заранее Видео тем будут интереснее, чем больше вопросов вы пришлете Также присылайте интересующие вас вопросы на любые темы Самые интересные мы будем освещать в наших видеороликах и статьях Обращаю особое внимание на то, кто комментирует на их видео в YouTube Если вы хотите и ждете ответа Будьте добры проследить, чтобы я имел возможность вам ответить Потому что многие задают вопрос, а ответить я просто не могу Нет кнопочки ответить Обращайте на это особое внимание Также в ближайших видео и статьях я освещу темы Амплитуду движения Скорость выполнения повторений Отдых между упражнениями и подходами Это канал Heavy Metal Gym Увидимся с вами в тренажерном зале, друзья Всем пока!